Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаия Вавилонского и поговорим сейчас о 50-й главе. Довольно короткая 50-я глава по обращению и по теме достаточно заметно отделена от предыдущих нескольких глав. И здесь Господь обращается к своему народу снова с упреком. Весьма вероятно, что за текстом этой главы стоит отдельная предыдущая проповедь пророка Исаия. И обращает на себя внимание образ взаимоотношений Бога и народа Божьего, который за этим упреком стоит. Господь говорит так, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Смотрите-ка, здесь оказывается пророк, по крайней мере пророк, а скорее всего и Господь, через пророка говорящий, рассматривают взаимоотношения, завет между Богом и Израилем, как брак, как вот такой вот брачный союз, который может быть расторгнут через разводное письмо, которое там муж может дать жене, матери своих детей. Где разводное письмо вашей матери, имеется в виду, конечно, через Сиона, с которым я отпустил бы ее. Следовательно, завет, который израильтяне предпочли бы считать разрушенным, не накладывающим на них никаких обязательств по отношению к Богу, с которым этот завет был заключен, он ни разу и не разрушен вовсе, Бог от него не отрекался. Где разводное письмо? Где написано, что я вас бросил? Где написано, что мне нет до вас дела, до того, что вы из себя представляете, как вы живете? Нигде этого не написано. Вас никто не отпускал из завета, несмотря на то, что вы сами этот завет предали и разрушили. И кому из моих взаимодавцев я продал вас? Ну, какие могут быть у Бога взаимодавцы? Смешно же даже думать об этом, кто бы мог Богу дать взаймы. Вас никто не отпускал, говорит Бог. И это, с одной стороны, слова, в общем, сурово звучащие, а с другой стороны, слова, которые могут быть источником большой надежды для народа Божьего и для любого, кто вступил в завет снова и снова, еще и вот в такой форме Бог говорит о том, что он не отрекается от завета. Договор заключен. Вот эти люди избраны быть его народом, и он не собирается колебаться в связи с тем, что колеблются как-то сами люди. Дальше, на самом деле, очень горькие слова во втором стихе. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? И это тоже упрек. Почему вы позволяете себе не быть в диалоге? Неужели Богу не все равно? Понимаете, вот в этих словах, почему, когда я приходил, никого не было, когда я звал, никто не отвечал. Подразумевается, само собой подразумевается, что Богу не все равно, откликаемся мы на его призыв или нет. Когда он желает встречи с нами, приходим мы на эту встречу или нет, Богу, который Бог, который один, настоящий, вот Владыка неба и земли, перед этим о творении Божьем много Исаия говорил, ему не все равно, откликаемся мы или нет. Вот почему, когда я приходил, никого не было, когда звал, никто не отвечал? Но, на самом деле, это совершенно невероятная вещь. Оказывается, вот это наше молчание, отказ от встречи с Богом ранит его. И, таким образом, здесь вообще речь идет не столько о поклонении религиозном каких-то там явлениях, сколько об отношениях личных от сердца к сердцу. Ну, и, по-видимому, все это связано снова и снова с мнением израильтян, что Бог оставил, бросил, не будет уже теперь нас спасать. Он говорит, разве рука моя коротка для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Я облекаю небесом раком. Бог говорит о том, что сила его по-прежнему в руках его, и по-прежнему это сила, рука, чтобы избавлять, и сила, чтобы спасать. Это уже очень важная ведь вещь, потому что люди очень часто думают, что рука у Бога длинна, чтобы догнать, схватить и наказать. Не убежишь. Что сила у Бога, чтобы карать и угнетать. А сам Бог говорит, рука не коротка, чтобы избавлять, и сила, чтобы спасать. Сила, чтобы спасать. Дальше с четвертого стиха начинается несколько такой трудный для понимания и, вероятно, для перевода тоже трудный отрывок. Во всяком случае, на русский язык существует несколько, ну, почти взаимоисключающих переводов этого фрагмента, и оставим филологам профессиональным судить, какой период лучше. Попытаемся понять, ну, вот, что же имеется в виду на том материале, который у нас есть. Я имею в виду синодальный перевод. Дальше от лица некоего персонажа следующие слова произносятся. И традиционное христианское толкование подразумевает, что это от лица отрока Господня Христа. Хотя тоже, в общем, это не то, чтобы в явном виде было проговорено. И, может быть, так же отнесено и к Израилю в целом, к народу Божьему в целом, к народу Божьему, который тоже превращается в страдающего отрока Господня, отвергаемого и изгоняемого, гибнущего и возрождающегося. Поэтому на самом деле неустранима вот эта двойственность между реальным Христом Иисусом и судьбой народа Божьего. Итак, Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Вероятно, да, это слова Мессии, которые словом может подкреплять изнемогающих в народе Божьем. И каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Ну, есть некие более прозрачные переводы, еще раз скажу, но все-таки каждый день, каждое утро Бог открывает слух Мессии, чтобы он слушал подобно учащимся. И таким образом особые, если хотите, отношения между Богом и Мессией Христом между тем, кому надлежит избавить Израиля и Богом, в том, что отрок Господень, служитель Господень слушает Бога, слушает и учится тому, что Бог говорит, слушает и слушается. Не просто там слова услышал, не понял, и в конце концов они пролетели мимо. Господь, Бог открыл мне ухо, я не воспротивился, не отступил назад. Да, речь идет о слушании Слова Господня, когда правда Божья становится центром внимания и слышания отрока Господня. Дальше следуют слова. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Ну, традиционно, конечно, христиане говорят, что здесь речь идет о допросе Синедрионе, первосвященника, допросе Господа Иисуса Христа. Хотя, в общем, при большом желании это можно считать натяжкой. Натяжкой. «Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания, хребет мой бьющим, ланиты мои поражающим». Это ведь то же самое может быть сказано о пленном Израиле, о том, что люди в Израиле, те, которых увели в плен, они действительно старались каждый день услышать правду Божью, думали о ней, сохранили ее, записали ее в вавилонском плену, унесли с собой каждый день. Уж их были открыты, чтобы услышать Бога. И они подверглись биению, оплеванию, поруганию в этом самом вавилонском плену от всех народов, от всех народов поношения. Но Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Бог помогает Израилю стоять в правде. Ну, понятное дело, правильно, наверное, говорить все же об остатке Израиля, о тех, кто сохранил в плену верность Господу Богу. Я не стыжусь, держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде, потому что близок, оправдывающий меня. Еще раз повторю, не обязательно только к отроку Господню, служителю Господню, Господу Иисусу Христу, могут быть отнесены эти слова, но и к судьбе народа Божьего тоже. И одна и другая судьбы, в общем, повторяют и воспроизводят друг друга. И, по-видимому, это тоже важная для Исаева и Илонского мысли, что все то, что суждено, через что должен пройти Израиль Божий, на самом деле несет на себе, принимает на себя один человек, служитель, Господень. И в таком виде вся вот его книга, начиная с 40-й главы, становится таким мессианским пророчеством. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня, все они, как одежда, обвешают, моль съест их. Снова эта цитата, которая будет потом вспомнена в Апокалипсисе. Бог помогает мне, кто осудит меня. Таким образом, победа Израиля, как и победа служителя Господня, именно в Божьем присутствии, в том, что Бог не отрекается, Бог помогает. Ну и, наконец, последние слова. Удивительные тоже. Вопрос, который звучит, как голос выпиющего. В начале, в самом 40-й главе, Исаия Вавилонский пишет, глаз выпиющего. «В пустыне приготовьте путь Господа». Вот тоже глаз выпиющего. Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба его. Кто ходит во мраке без света. Да, потому что, на самом деле, жизнь вот такая. Мы часто сидим во мраке без света и надеемся только на Господа, на голос раба его, который из мрака может нас вывести. На голос, как Христос однажды говорит, про овцы мои знают, голос мой идут за мной. Вот кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. И это тоже, если хотите, объявление, момента спасения. Вот, наступают персы, падает Вавилон, свобода даруется угнетенным, плененным и угнанным народам. И кто боится Господа и сидит во мраке, теперь пусть уповает на имя Господа и утверждается в Боге своем. Вот прямо с этого дня. А те же, кто возжигают огонь, идите в пламень огня вашего, потому что теперь вот уповающие на имя Господне утверждается в Боге своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok